Я был не против того, чтобы показать лицо. Я и сейчас не против. И планка опять снижена. До 15 тысяч подписчиков. Ну что, братва, время настало. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ведь, как я говорил ранее, маска меня очень сильно ограничила, а теперь я могу, например, снять вам тревел-влог спокойно. Я даже к этому подготовился. И я купил петличку беспроводную, которая подойдёт к моей камере. Я купил стабилизатор для камеры, ребята. Так что готовьтесь, контента будет больше, он будет разнообразнее. Сильно менять направление своего канала я не планирую, я всё ещё планирую большее внимание удивлять именно игровому контенту. Просто будем его как-то разбавлять, буду добавлять что-то новое. Но каких-то конкретных планов у меня пока ещё нет. Я тут же сразу отвечу на следующий вопрос. Планирую ли я как-то создавать какой-то сайт-проекте второго канала, посвящённый, например, твоим музыкальным работам, влогам, и будешь продолжать развивать один основной канал. Я буду развивать этот канал, я не вижу смысла создавать кучу разных каналов с разным контентом. Мне этого делать совершенно не хочется. По крайней мере, пока в этом нет никакой необходимости. Если вдруг она появится, тогда, может быть, я так и сделаю. Следующий вопрос. Будут ли у тебя сходки в разных городах? Ну, начнём с того, что сходки уже были. Они были в Питере и Москве в основном. Но если я пойду в какой-то другой город, сейчас будет намного проще для меня сделать сходку. Хотя, опять же, раньше меня не смущало, что кто-то увидит моё лицо. Далее. Что тебе даёт силы помимо нас, любимых, ежедневно выкладываться физически, эмоционально, менять, подстраивать свои планы и личные дела, давать немало количества времени на создание контента, продвижение канала, да ещё алкоголь наворачивать при этом всём. Алкоголь это вредно, ребята, с меня пример не берите. Силы, конечно же, мне в основном даёт комьюнити, но поскольку тут надо упомянуть что-то другое, кроме комьюнити, но я скажу, что, наверное, желание творчески как-то реализоваться. Я всё равно считаю, что любой человек на стримах и создавая вообще какой-либо контент, хоть как-то творчески реализуется. В моём случае это ещё и к тому же музыка, которую я на канал периодически выкладываю. Собственно, в своё время меня это подстегнуло начать что-то делать на Ютубе, и сейчас, конечно, это тоже является довольно-таки большой движимой силой. Следующий вопрос. Помнишь ли ты из своих первых донаторов, подписчиков? Конечно же, помню. По некоторым я скучаю, они уже, например, давно не заходили. А некоторые всё ещё с нами заходят, и я прекрасно помню даже примерно, когда они подписались. Конечно, это касается не всех. Если человек там заходил на стримы один месяц, в 2017 году я мог его уже 10 раз забыть. Но если он на себе напомнит, я, скорее всего, вспомнил. Такое не забывается, во-первых, потому что тогда у меня было мало зрителей, естественно, я старался запоминать всех, кто приходит. Да и сейчас у меня не так много зрителей, чтобы я в них потерялся и забыл тех, кто меня поддерживал в самом начале. Далее. Если бы у тебя была такая возможность вернуться в то время, когда ты думал, создавать канал или нет, что бы ты выбрал? Естественно, я бы выбрал создавать канал. Почему? Потому что это моё любимое дело. Я очень комфортно себя чувствую как стример, как контент-мейкер на Ютубе. И мне даже не хочется, чтобы это когда-либо заканчивалось, по крайней мере, пока. Может быть, когда-нибудь я выгорю, да, я, естественно, устаю, понятно, это дело. Но вспоминая, например, насколько мне хотелось себя отдавать работам моим предыдущим, ну, тут вообще никакого сравнения. Здесь я готов свою жизнь положить просто на этот Ютуб ебучий. Поэтому ответ, я как бы думаю, очевиден. Следующий вопрос. Странный вопрос. Сложно было подниматься на Ютубе? Может, дашь свой совет какой-нибудь? На Ютубе подниматься очень сложно, особенно сейчас. С каждым годом всё сложнее. Но единственный совет, который тут можно дать, это разбираться в теме, разбираться в алгоритмах, разбираться в Ютубе, спрашивать, собственно, советов у каких-то стримеров поизвестнее, чем я. Потому что, как вы видите, если бы я знал секрет успеха какой-то, я бы, наверное, его использовал. И у нас было бы 15 тысяч подписчиков быстрее, а может быть, было бы уже и 20, 30, 40 тысяч подписчиков. Но я никаких особых секретов не знаю. Я знаю, что нужна там SEO-оптимизация. Я знаю, что надо вносить максимальное разнообразие в свой контент. Надо ебашить, 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 несмотря на неудачи, несмотря на какие-то проблемы, смены алгоритмов и так далее. Нельзя ни в коем случае сдаваться, нельзя стагнировать, надо постоянно как-то развиваться. Придумывать что-то новое, ну, например, блять, включить вебку, например, снять маску. Это всё что-то новое, как-то канал развивается, он не стоит на месте. Надо придумывать новые форматы какие-то, хотя бы в рамках своего канала. Поэтому у нас появились всякие битвы с подписчиками там и тому подобное. Поэтому, если коротко, не стоять на месте и очень сильно стараться. Дальше вопросик, каковы были первые эмоции и опыт после того, как твое первое или не очень видео набрало солидное по тем меркам количество просмотров Было ли понимание, что ты можешь не справиться с той поднятой планкой, которую ты смог возвести Какая поднятая планка, у меня неизвестный канал и ни одно видео не набрало даже 100 тысяч просмотров А вот насчет эмоций, да, я был очень рад, я даже помню, что это за видео было, оно до сих пор остается одним из самых популярных у меня на канале Это видео по пупгу, и оно какой-то момент просто начало очень дико набирать просмотры, набрало там за пару месяцев 30 тысяч, я был просто в шоке Естественно, я очень радовался, оно приносило подписоту, помогло набрать мне первую тысячу подписчиков Было здорово, было классно, сейчас таких видео практически нет на моем канале, если я не включаю рекламу от гугла Блять, муха здесь летает, блять, съебись куда-нибудь Так, вопросы про канал закончились, сейчас небольшое количество таких офф-топ вопросов Как ты относишься к настольным играм, есть ли какие-то специфические жанры, которые доставляют больше всего, или ты не фанат? Я на самом деле не являюсь каким-то сумасшедшим фанатом настольных игр, но я люблю настольные игры, я хорошо к ним отношусь Просто те игры, в которые, например, мне хочется поиграть, к примеру, BattleTech, которые у меня есть Они очень сложные, и мне сложно в них разобраться И в целом для настольных игр у меня слишком мало усидчивости, поэтому, наверное, мне разбираться в них не хочется Но в целом я как бы никогда не против поиграть в настольные игры, если мы где-то там на тусе, если мне там объяснят правила и так далее, и так далее И крайне позитивно к ним отношусь Но выделить любимые мне как-то сложновато Далее, расскажи про свою любимую книгу, что новую ты из нее узнал и как часто ее перечитывал Я помню в детстве, да, там еще в школе, я очень много перечитывал книгу «Ярость» Стивена Кинга Про то, как парень молодой захватывает класс в заложнике и сидит с ними разговаривает Очень мне эта книга нравилась Но типа, что там я из нее почерпнул, мне как-то сложно ответить, это художественная литература Просто я понял, что много людей ебанутых есть в мире и что я один из них Далее, вопрос такой, Артем, какую машину ты хочешь себе после Ситроена? Если честно, я не знаю, какую я куплю машину после Ситроена, но я очень сильно хочу себе Мерседес ЦЛС было бы очень здорово, 2008 года или 2009, я не знаю, на что мне хватит денег Но очень бы хотелось, если честно, Мерс, конечно Я думаю, что любому мужику хочется Мерс Хотя я знаю, что с ним там куча геморроя будет, он будет ломаться, это будет стоить очень дорого, чтобы починить А так, есть очень много машин, к которым я хорошо отношусь Это и Митсубиси, и Лансер какой-нибудь десятый, к примеру И Мазда, например, трешку, или шестерку я бы взял с радостью Далее, вопрос, было ли когда-нибудь желание бросить все и уехать в деревню без связи и электричества? Если честно, нет, я городской житель, мне нравится жить в городе Конечно, иногда выбраться куда-то там, на природу, в деревню, на дачу Это очень здорово, это очень классно Но мне хотелось бы, чтобы всегда был интернет на всякий случай Мало ли что, поехать куда-то в глушь, тусоваться в глуши вообще без связи Никогда такого желания не было Я бы, наверное, попробовал, не то, что я сильно против этого Но не могу сказать, что я прям мечтаю об этом Самое необычное место, где ты побывал и прям оргазмировал от нахождения там А главное, что тебе туда хочется вернуться снова и снова Ну, туда могу ответить, не задумываясь Это город Берлин, очень сильно хочется туда мне вернуться Сейчас сраный ковид не дает мне это сделать Но как только появится возможность, я сразу же туда ломанусь О этот город я уже много раз рассказывал на стримах Я там жил на протяжении года Он имеет какую-то свою собственную атмосферу неповторимую Просто почему-то очень сильно душа лежит к этому городу Также, например, любил очень сильно город Гданьск в Польше, в котором я тоже жил Но мне кажется, это также основано на различных воспоминаниях Событиях, которые со мной там происходили и так далее, и так далее Так, вот топ-вопросы закончились Теперь начинается самое интересное Личные вопросы Сколько тебе лет и сколько ты весишь? Сука Мне, ребята, 34 года Я знаю, что вы сейчас посмотрите на меня, на вот этот бэби фейс И скажете, какие 34 года, что ты врешь-то, блядь Но мне реально 34 года, 35 будет уже меньше, чем через месяц Через 5 лет мне, сука, 40 Будет забавно, если в 40 лет я буду выглядеть точно так же И меня все еще будут спрашивать паспорт при покупке пива в магазине Хотя, на самом деле, когда я вот чуть веса поднабрал Меня меньше стали спрашивать об этом А насчет веса Вешу я намного больше, чем должен Мой рост 174 сантиметра То есть я не очень высокий парень Не то, что прям низкий, но не очень высокий Такой средний И перевес у меня около 18-19 килограммов Сами там считайте, если вы математические и неевические Но больше, чем надо я вешу, короче Надеюсь, вы поняли, что я максимально теперь открыт с вами Дальше вы узнаете еще кое-что интересное Но перед этим вопрос Как ты ухаживаешь за кожей своего лица? По-моему, по коже моего лица видно, что никак Еще прыщик, блядь, вырос Вот прям вот, конечно, перед записью, блядь, видоса Ну, естественно, ясен хуй Опиши свой образ жизни Ну, на самом деле, в данный момент я веду крайне малоподвижный образ жизни Я, блядь, просыпаюсь, кушаю, сижу за компьютером Там, стримлю, иногда я езжу куда-то там по делам По выходным я обычно с друзьями бухаю В принципе, ничего такого особенного нет Люблю путешествовать, стараюсь это делать как можно чаще Сейчас это, к сожалению, сложно Ну, короче говоря, обычно у меня образ жизни стримера такого Я стараюсь при этом просыпаться рано Я ставлю себе будильник там на 10, на 11, да Хотя ложусь там в 3-4, но сплю где-то 7 часов Чтобы утром проснуться, нормально поесть Запланировать стрим, сделать какие-то дела Может быть, какой-то монтаж, видосы и так далее, и так далее, и так далее А раньше еще находил время ходить в бассейн Ходить в качалку Сейчас, к сожалению, этого времени нету Да и сил моральных нету, да и ковид, когда начался Стало немножечко стремновато ходить вот такие вот места Короче, пример с меня лучше не брать, не бухать Побольше двигаться, заниматься спортом Потому что сейчас я вот из-за своей малой подвижности Расплачиваюсь, помимо лишнего веса Не очень хорошего внешнего вида Здоровец тоже немножко подкачивает, ребят Еще один вопрос Где ты таришь шмотки? Какой стиль предпочитаешь на повседневку? Я люблю носить кеды Люблю носить какие-то такие Кэжуал шмотки Ничего особенного, супер дорогого не покупаю Затариваюсь в основном во всяких там магазинах Типа Кропа, Бершки Хотя Бершки я уже тысячу лет не покупал Ну, знаете, вот такие типа молодежные магазины Именно там я покупал вот эти все футболки Которых я на стримах сижу Ну, а из обуви я либо хожу в какой-нибудь Дайхман Либо иду в Адидас Дисконт, естественно Потому что я не буду, даже если у меня есть деньги Я не буду тратить кучу денег на обувь Она у меня очень быстро убивается Вот хочу себе Найки еще прикупить Купил себе Адидасы недавно Хочу теперь Найки еще себе купить Беленькие Были ли какие-то ранения на лице Шрамы, переломы, раны и так далее Были ли какие-то операции на лице еще Ну, если вы посмотрите внимательно на мое лицо Хотя, я не знаю, видно здесь, не видно Плохо видно, да? Плохо видно А если я вот это сверну, будет лучше видно? Это тоже белое, да? Да что ж тут все белое? А здесь все красное Ну, здесь лучше видно У меня здесь есть шрам такой, да? Это я в детстве упал на машинку На ЗИЛ такой железный Здесь, я не знаю, видно там, не видно Короче, тоже есть шрам Это я в Мюнхене когда был Бежал, опаздывал на поезд И уебался в стеклянную стену Это было, наверное, очень смешно Для людей, которые были в округе Хотя, на самом деле, никто не смеялся Потому что у меня брызнула сразу кровь У меня, скорее всего, было сотрясение мозга Чувствовал я себя очень хреново в тот день И ебало у меня потом все опухло Короче, страшно Вот вам фотография, кстати А так на лице больше вроде как Мне ничего не делали Подбираемся к концу, ребята Предпоследний вопрос Насколько гладко или коряво случились Твои первые отношения? Конечно же, коряво Ну, я был, естественно, мелким, глупым человеком Который не понимал вообще Как строить отношения с девушкой И вел себя как дебил Вообще, как недостойный совершенно мужик Орал на нее, матерился Она на меня тоже орала, материлась Мы постоянно срались Я там ей изменял Про это я, на самом деле, много на стримах рассказывал Короче, отношения были хреновые И они закончились И я этому, честно, очень сильно рад Ну и что, последний вопрос Давайте он такой будет довольно-таки развернутый Есть ли какие-то вещи, которые ты в ближайшем будущем Хочешь поменять в жизни Есть ли какие-то планы на жизнь, помимо развития канала Собираешься ли ты переезжать, где хотел бы ты жить Собираешься ли ты заводить девушку, а потом и семью Так, с чего бы начать? Ну, давайте начнем вот так вот Собираешься ли ты заводить девушку, а потом и семью? У меня для вас есть признание, друзья Многие будут разочарованы Но я хочу вам сказать одну очень важную вещь Я Не гей Уже три года я встречаюсь Замечательной девушкой Ее зовут Кристина Вы могли ее видеть у нас на канале Под ником Попа Последние два с половиной года Мы же вместе И она отсидела, терпела Слушала тут все эти стримы Золотой человек Родом она из замечательной страны Болгария А вы думаете, откуда у меня такая любовь к этой стране? Ребята, ну серьезно Вот просто так с нихера я полюбил Болгарию С Кристиной я на самом деле довольно-таки давно знаком Более пяти лет мы уже с ней знакомы Но встречаться вот начали три года назад Все так замечательно, классно было Что 10 сентября у нас с ней свадьба в Софии в Болгарии Куда я собираюсь переезжать, ребят, на постояночку? Вот такие вот планы у меня на ближайшее время И именно вот этими делами я занят так долго Кристина сейчас поехала к себе Она там все планирует И я к ней собираюсь ехать Вот ближайшие там 2-3 недели Чтобы помогать Мне надо как-то забрать весь этот свой компьютер Я потом, правда, где-то в конце сентября-октябре вернусь Чтобы сделать себе визу И буду туда переезжать уже как муж К ней на постояночку Вообще очень странно это все видео писать Столько информации, которые я в себе держал И вам не рассказывал Но сейчас время уже 4 часа ночи И я, если честно, очень сильно хочу спать Это видео я записываю после стрима в воскресенье Поэтому, надеюсь, вы меня простите Что здесь так все скомканно И я коротко все рассказал Не все было развернуто Подробнее вы всегда можете спросить меня на стримах Или здесь вот в комментариях Тоже задавайте свои вопросы И уточняйте что-то Я вам там всегда отвечу Ставьте лайкосы, конечно же Подписывайтесь на канал Зовите друзей на канал Да, мы набрали 15 тысяч подписчиков Но, если честно, хотелось бы набрать и побольше Будем с вами вместе думать Что-то придумывать Менять как-то контент, может быть Или добавлять просто какие-то новые фишки Сейчас маски нету Появится больше контента в инстаграме Где я вам смогу писать вот эти Селфи-сторис И вот эту всю хрена тень Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на инстаграм Также подписывайтесь на телеграм Я тоже, может быть, буду скидывать Какие-то вот эти кругленькие видео Теперь со своим ебальничком Короче говоря, теперь я чувствую себя Более свободным Когда я снял маску Я этому, если честно, очень рад Напишите в комментариях вообще Че вам мое ебало как? Нормально, бля? Или хуйняща полная? Ёбуч, блядь Нахуй надо было показывать? Ну и взлетайте, конечно же, на стримы А на сегодня, ребятки Это все С вами был Мародер 120 Гигабайт Жестких всем респектов Йоу Блядь, как же странно Мое ебало выглядит, блядь В кадре Блядь, надо это вставлять? Или нахуй? Я это вставлю Не похуй Субтитры сделал DimaTorzok